Привет-привет, друзья! По сути, это видео – продолжение видео, ссылки на которое оставлю ниже в описании. И также увидите вот тут наверху. Если не смотрели, то это видео смотрите обязательно. Там я коротко, по-простому, описал назначение и теорию об адсорбере. Симптомы поломки, ошибки и тот видео пользуется огромной популярностью. Время уходит и узел адсорбера все больше усовершенствуется инженерами. По современной инженерной терминологии, эта система называется ЭВАР. Стратегия управления продуккой во многих поздних моделях системы ЭВАР может быть довольно сложной. Поэтому лучший совет, куда и как лучше искать причину, покажу чуть попозже. Коды неисправности ЭВАР. Если блок управления двигателя обнаруживает неисправность в системе управления парой бензина. Он устанавливает диапазоны от 0,440 до 0,457. Самую главную подсказку может дать звук при снятии крышки. Если при снятии крышки изнутри вырывается давление или наоборот, внутрь засасывает воздух, это может нам намекнуть об неисправности. В основном принцип действия этой системы в каждом автомобиле похож. Но расположение основных деталей, электромагнитных клапанов и других деталей существенно отличается. Например, сам резервуар адсорберов в некоторых машинах расположен под капотом, а в некоторых нужно ее искать около бензобака. Также в семействах машин концерна ВАГ, адсорбер и управляющие детали этой системы основном находится внутри арки заднего колеса. А во многих японских машинах оно находится внизу машины, около бензобака. В любом случае, поиск неисправности начинаем с проверки электромагнитного клапана адсорбера. Проверяется легко. Например, отсоединяем шланг и штекер на клапан. Присоединяем проводки на контакты и то подсоединяем, то отсоединяем на аккумулятор. Если клапан внутрь текает и при том, при продувке воздуха, она свободно продувается, когда он открыт, тогда клапан исправен. Когда клапан отсоединяем от аккумулятора, она не должна продуваться. После проверки этого клапана мы должны перейти на проверку других деталей. Часто в схеме этой системы принимает участие датчик давления пары топлива, который устанавливается на баке или на крышке моторчика топливоподачи. Иногда сам этот датчик выходит из строя. Контакты окисляются в штекере или пропадает ток. Часто трубки системы загрязняются, забиваются или вентиляционный электромагнитный клапан адсорбера загрязняется пилю или вообще выходит из строя. Самый лучший Вам совет. Оставьте ссылку на сайт в описании этого видео и переходите по ней. На этом форуме тысячи автовладельцев издневно публикуют в журнале о своих поломках и о приключениях. Что у них сломаться, как они устранили поломку и так далее. Пишем в строке поиска адсорбер и марку Вашего автомобиля. Например, адсорбер Пассат. И Вы там увидите полезную информацию, которая случается со всеми связанными с системой адсорбера на этих машинах. Читайте внимательно и ищите, как они нашли причину поломки, как они устранили и многое еще полезное. Многие задаются вопросом, вот моя машина ведет себя так и так, подскажите причину. Не знаю, ребята. Я не мастер и даже мастера плохо разбираются в этом деле. Трудно сразу ответить и угадать, как Нострадамус делал это. Лучше возьмите на вооружение сервис Drive2.ru и там ищите ответы на Ваши вопросы. В конце видео хочу попрощаться. Просто подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и примите активное участие в комментариях. Расскажите нам, была ли у Вас проблема с адсорбером и как Вы устранили ее. Короче, пишите о Вашем опыте, который так важен для неопытных. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok